Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы шашечной игры. Сегодня мы с вами разберем партию, сыгранную на турнире мастеров 6 февраля 2021 года. Играли Андрей Валюк, кроссмейстер из Белоруссии, и Роман Щукин, мастер спорта из города Санкт-Петербург. Итак, поздравляю, во-первых, Романа Щукина, в этом турнире он занял заслуженное первое место. Посмотрел весь микроматч, сыгранный Андреем Валюком и Романом Щукиным, и разберу, безусловно, все партии. Это первая партия, тут очень много будет красот, так что приготовьтесь. Будут шлифы, в том числе из игры Шмульяна. Значит, соперники играли дебют, так называемую жеребьевку ходов. То есть, был разыгран дебют GF4, FE5, CD4. Черные побили, естественно, на C3. То есть, тут у белых была возможность побить на поле D4 и на поле B4. Андрей Валюк избрал взятие на поле D4. Тем не менее, он мог побить и на B4. Здесь возможны интересные варианты. Давайте рассмотрим их. То есть, побили на B4. Ну, в принципе, здесь я считаю, что за черных лучший вариант будет играть GF6. И после этого белым лучше всего размениваться на поле C5, ставить тычок. Ну, и здесь, естественно, черным лучше всего занять сильное центральное поле E5. Ну, и, допустим, после BC3, HG5, AB2, BC7, CD2. Ну, здесь у черных, конечно, поприятнее, но ничья достижима за белых, так скажем. Особых проблем нет. Еще интересный ход за черных здесь в этой позиции BC5. Тоже интересный ход. Ну, и вообще непонятно на первый взгляд, как играть за белых. То есть, компьютер предлагает играть HG3 как-то. Тем не менее, белые могут свести вот эту позицию к игре Шмульяна. Надо сделать точный ход B5. Теперь, если, допустим, черные играют GF6, то белые уже точно играют FG3. И получают позицию нисколько не хуже. Рассмотрим дальнейшее возможное течение партии. Ну, допустим, FG5 на пале. Черным лучше всего меняться. Ну, можно, в принципе, поменяться и на G5, можно и на G3. То есть, если черные бьют на G3, возникает уже известная теоретическая позиция из игры Шмульяна. Ну, рассмотрим возможное дальнейшее течение партии. HG7, ED2. GF6, BC3. Здесь черные могут сыграть FE5 и CB4. Ну, если FE5 играют черные, тогда белые меняются. EF6, напали, FG5, разменялись. DC3. И здесь черным лучше всего либо сразу жертвовать DE5, и затем меняться на F4. Ну, это ничейная позиция. Тем не менее, обеим сторонам надо играть точно. Не буду рассказывать, как тут делать ничью. Тут ничья, тем не менее, есть. Но это известная теоретическая позиция. Можно, в принципе, в этой позиции сыграть и GH4 тоже. То есть, не проигрывает. То есть, допустим, белым уже здесь можно и CD2 сыграть, и CB2, и CD4. Тут, как говорится, усмотрение желающего. Но мы сегодня рассмотрим другой интересный вариант. В этой позиции я считаю, что лучше всего черным играть CB4, размениваться. Теперь, как играть белым? Ну, если, допустим, белые играют по теории AB2, черные BA3, CD4, FG5, и здесь лучше всего играть либо сразу DE5, либо BC3. То есть, возможный ход GF2 за белых здесь уже очень плохо. Вот сегодня покажу шлиф. Я не знаю, где-то это есть, конечно, в книгах или нет. Я нашел данный шлиф с помощью компьютерной программы. Черные выигрывают. И выигрывают единственными ходами. То есть, интересный вариант. ЕF6, точный ход. Теперь, как играть белым? Ну, допустим, если белые играют FG3, то черные уже меняются. CB6 и бьют на D6. Ну, теперь, как играть? Допустим, GH4, AB6, BC3. Здесь выигрывает единственный ход, DC7. Он достаточен для победы. То есть, белым надо жертвовать шашку. Побили. DC3. Здесь надо меняться. Вроде бы кажется, что черные ошиблись. Белые проходят дамки. Но, тем не менее, дамка белых тут же ловится. И черные остаются с лишней шашкой и побеждают. Если же черные в этой позиции ошибаются, играют BA5, то белые могут уравнять позицию. Надо точно пожертвовать DC5 и сыграть CD4. Ну, и в этой позиции, во всех вариантах, у белых есть ничья. То есть, надо было сыграть в этой позиции еще раз точный ход DC7. То есть, рассмотрели ход FG3 после EF6. Как еще можно играть? Если, допустим, белые играют как-нибудь BC3, то тогда уже за черных есть ход CD6. Как играть белым? Ну, FG3 играть бесполезно. То есть, черные нападут, GH4, белым просто ходить некуда. То есть, если, допустим, как-то AB6 меняться, то черные нападут FE5. То есть, остается единственный ход DC5 и CD4, пытаясь отыграть шашку. Но черные тут легко побеждают DE7 или DC7, и затем ED6. Ну, и тут белые, конечно, проигрывают. То есть, FG3 играть опять бесполезно. Если, допустим, CD4 разменялись, то у черных есть выигрыш после AB6. То есть, как играть? FG3 нельзя из-за GH4. Прошу прощения. FG3 нельзя играть из-за AB2. Сперва жертва. А потом GH4. И в этой позиции черные выигрывают. А если сразу же напасть, то у белых тут есть ничья. Пожертвовали. Еще одну шашку отдали. Третью. Четвертую. И белые прорываются в дамки. То есть, в этой позиции надо быть черным очень точным. Но если они точно играют, то они выигрывают. Еще какой вариант? Ну, DC3 играть тут вообще бесполезно. Потому что FE5, GH4. И все. И игра на этом заканчивается, естественно. То есть, BC3 тоже проигрывает в этой позиции. Мы еще не рассмотрели ход FE5. Он оказывает тут сильнейшее сопротивление за белых. Ну, на самом деле, вроде бы кажется, у белых центр сильный. То есть, шашка на А5 стесняет позицию черных. Позиция черных выглядит неприятной. Но, тем не менее, у черных здесь выигрыш. FE5. И вот здесь черные выиграют единственными ходами. АБ6. Разменялись. Ну, FG3 все равно рано или поздно придется играть. Потому что... DE5 ведь не пойдешь. Потому что BC5 и черные грозят сыграть BC7 и побить две шашки. То есть, FG3 все равно придется играть. FG3. Ну, или, допустим, сперва BC3. Допустим. Тогда DE7. DE7. ФG3. Ну, и, допустим, тут уже может сыграть GH4. После GH4 все равно надо играть ЕF4. Черные играют FG7. Точный ход. Ну, и у белых здесь есть два хода. Либо DE5, либо FE5. Ну, если белые играют FE5, допустим, то тут выигрывает симпатичная комбинация. Черные нападают ЕF6. И независимо, либо ED4 закрываться белым, либо CD4, все равно проходит удар. PC5. Черные отдают три шашки и забирают три и проходят в дамки. То есть, вот такой симпатичный выигрыш. Если же белые играют в этой позиции FE5, то черные играют HG3. Здесь есть несколько вариантов тоже защиты за белых. Ну, допустим, ЕF4. Тогда черным надо играть ED6. Белые жертвуют шашку, играют CD4. ЕF4 пытаются сопротивляться, но здесь ничего не проходит. G6, HG3. И вот тут надо сделать точный ход. Точный ход выигрывает FG5. FG5. Ну, теперь, допустим, DE3. Черные нападают. GH4, GF4. И еще один точный ход. DC5. Теперь как играть белым? Ну, если FE5, то уже выигрывает CD6. Ну, на C7 бить бесполезно. Сами видите. Черные побьют две. Ну, и как бы белые не били, допустим, побьют сюда, побили, побили. Тут выиграно. То есть, пожертвовали шашку DC5. И тут выигрывает АВ2 именно. Не АЖ3, АВ2. Допустим, DC5, BC1. И белые не успевают пройти в дамки. Побили. Д6. И шашка белых гибнет. То есть, а если бить по-другому, допустим, побили сюда, то черные бьют на D8, побили. Ну, и тут АЖ3 выигрывает. Ну, давайте до конца рассмотрим весь вариант. Допустим, БА7. Тут надо играть точный ход. ДЦ7 выигрывает. Теперь, ЕД4, ЖН2. Прошу прощения, ЖФ2. Точный ход. ЖН2 ведет к ничей. И теперь, если БЦ5, то тут ФЕ1 выигрывает. Допустим, СБ6, СД6. Ну, тут уже понятно. БЦ7. И черные могут как угодно, допустим, так побить. И бьют на С7. Так, а если белые идут шашкой на поле Е5, то тут выигрывает только ФЖ1. Ход шашкой на поле Ж1. Теперь ЕФ6. И тут выигрывает единственный ход. СД6. То есть, дамкой ходить бесполезно. СД6. ФЖ7. И точный ход дамкой на Д4. Ну, и в этой позиции проиграно. То есть, ставить на Ф8 нельзя. Ну, просто поймаем дамку. А если белые ставят дамку на поле H8, ну, тут можно и ДЕ5 сыграть, и дамкой на А1 отступить. Ну, допустим, на А1, АБ6 отдали, побили. Ну, и на Е5 точно надо побить. Ну, и здесь выигранная позиция. То есть, вот, друзья, такой шлиф. В этой позиции белые при шаблонной игре проигрывают. То есть, в партии между Андреем Балюком и Романом Щукиным могла возникнуть позиция из игры Шмульяна. При желании, конечно, обоих соперников. Но, конечно, основной вариант игры Шмульяна после размена на Б4 играет, конечно, по-другому. Играют сперва АБ2, БА3, а затем играют СД4. Ну, здесь тоже есть свои красоты. На одном из стримов на канале «Все о шашках» гроссмейстер Евгений Кондраченко из Белорусской гроссмейстер как раз показывал шлифы. Тоже хочу показать вам. Это тоже красиво. Тут надо играть ФГ5. Ну, и здесь, как я сказал, либо сразу ДЕ5 лучше белым вывалиться, либо сыграть БЦ3. Ну, рассмотрим позицию. Тут красиво. Конечно, теория, но красиво. ЕД6 надо играть. Теперь белым надо точно играть ДЕ5. Черный играет АБ6. Ну, и ЖФ2 тут плохо уже играть. ЖФ2 проигрывает. Кто не знает, если может попасться на эту ловушку. Черный играет БЦ5. Ну, и СД4, видите, бесполезно играть из-за БА7. Ну, и, допустим, БЦ3 уже пошли, СД4 просто отдали и побили в дамки. То есть, так не пойдешь. А если играть, допустим, за белых СБ4, то тут проходит симпатичный ударчик. Можно, в принципе, и СД4 сыграть, но АБ2 мне здесь больше даже нравится. То есть, красивая комбинация. АБ2 выбили шашку опорную на С1 и играют СД4. Ну, если, допустим, бить на С3, то черные отдают одну шашку, бьют три, проходят в дамки. Вроде бы она тут ловится, тут же. Но после размена на Ф4 черные побеждают в этой позиции. Можете сами убедиться. Если же бить по-другому, то есть, бить вперед, то здесь выигрывает рубка на поле Ж1. То есть, дамку ставить надо. И после хода СД6, как бы белые не били, ну, допустим, побили так. Можно и с одним разменом, можно и с двойным. Черные побеждают. То есть, эти шашки отрезаны. Шашки белых. Ну, рассмотрим, естественно, сильнейший вариант. Слабые варианты не будем смотреть. То есть, ход Ж2 в этой позиции проигрывает. Надо, естественно, играть СД4. Теперь, черные играют ДЦ5. Белые играют Ж2. Черные делают точный ход БА7. У белых единственный ход. Ну, можно, в принципе, и Е6 пожертвовать. Но тут можно половить черных, как говорится, на ловушку. Очень красивую. То есть, надо играть на Б4 черным. И белым на А закрываться на Д2. Здесь есть ничья за черных. То есть, можно пожертвовать шашку и сыграть на А3. Ну, и здесь за белых проще всего будет, конечно, сыграть ДЦ3 и провести масштабную комбинацию с ничьей. То есть, после АБ2 играют просто ЕД6. Черные проходят в дамки и бьют на поле Б4. Затем белые бьют на С7. И в этой позиции ой, прошу прощения сперва жертвуют шашку черную, а затем меняются на Ф4. Тут ничья. Ой. Так. Еще раз рассмотрим, значит, вариант БЦ5 запутался так. ЖФ6, ФЖ3, ФЖ5, ФЖ4 разменялись на Ф4, ФЖ7, ЕД2, ЖФ6, БЦ3. То есть, разменялись АБ2, БА3, СД4, ФЖ5, БЦ3, ЕД6, ДЕ5, АБ6, так, СД4, точный ход, ДЦ5, ЖФ2, БА7, ДЦ3. Так. Напали СБ4 и СД2 закрылись. Ну и здесь, конечно, кто знает теорию, сразу же скажет, так выиграл Николай Васильевич Абациев, гроссмейстер. По-моему, у Николая Дружинина в далеком 20 веке. Ну, покажу известную партию. То есть, надо было жертвовать черным АБ2 и мы с вами рассмотрели ничейную комбинацию за белых. А если черные меняются на С5, хотят выиграть, то тут они на самом деле проигрывают. Белые играют СД4. Ну, меняться надо на Б6. Белые бьют неожиданно на поле С3. Белым надо меняться назад. И белые делают неожиданный ход ФЖ3. И после ЖХ4 вынужденного СД4 поменялись. Ну, в дамки надо идти. Белые нападают и выясняется, что у черных проиграно. Ну, на С1 дамку ставить бессмысленно из-за ЖФ2 и ЕД6. Ну, и дамка ловится тут же. То есть, а если черные, допустим, ставят дамку на А1, то белые строят петлю, играют ЕФ6, то есть, грозят сыграть ДЕ5, черным нажертвовать шашку, то есть, оказывают сопротивление до конца и играют СД6, не давая поймать дамку. Но, тем не менее, белые все равно выигрывают красиво. ДЕ5 дамкой бить бессмысленно, надо бить шашкой и АЖ7 точный ход. Ну, и как бы черные не били, либо на Е5, либо на Д4 белые побеждают. Вот такой красивый вариант. Ну, первый вариант, который я вам показал, это шлиф. Я не знаю, где-то в литературе есть, а вот это, конечно, давно известная теоретическая теоретическая выигрыш. Ну, давайте все-таки вернемся к партии Андрей Валюк, Роман Щукин. Тут тоже есть интересные варианты, которые я вам покажу. То есть, Андрей Валюк побил не на Б4, а на Д4. Далее, что было? Роман Щукин сыграл ДЦ5, Андрей сыграл АСЖ3, ЖФ6, ЖХ4, СД6. Ну, в принципе, логично развивается партия. Белые начинают подтягивать отсталые шашки, АБ2, черные разменялись назад. В принципе, сильнейшее продолжение за обе стороны. Разменялись назад. БЦ3, АБ6. То есть, обе стороны подтянули отсталые шашки. Сильнейший ход за белых СД4. Естественно, Андрей Валюк делает его. Черные, Роман Щукин сыграл Б5. Ну, здесь был вариант еще сыграть ДЦ5 за белых. И после СД6 играть бесполезно из-за, допустим, СБ2 и удар по затылку так называемый. Тут позиция равная. То есть, так играть бессмысленно. Но черные могли пожертвовать тут шашку и напасть. Ну и в этой позиции белым надо играть очень аккуратно, осторожно. Ничья есть. Но, тем не менее, в этой позиции черные владеют преимуществом. Не буду рассматривать этот вариант, иначе партия позиция, разбор позиции затянется надолго. Значит, еще раз посмотрим, что было в партии. Андрей в этой позиции разменялся на поле Ж5. Ну, я считаю, логичный размен. То есть, переразвитие у белых, гамбитная позиция, надо меняться. Роман Щукин сыграл ЦБ6, далее последовало ДЦ3, размен назад. Андрей сыграл ФЕ3, то есть, не дает сыграть черным ФЕ5. Роман играет ЦБ6, ЕД4, ДЦ7, ЖА6. Ну, Роман Щукин тут можно было и ДЦ5 сыграть, но Роман Щукин сыграл БА5. Далее последовало ЦД2, ЦБ6, ДЕ3. И последовал размен назад. В этой позиции естественный ход Д4. Белые все-таки играют как раз на ограничение шашки H8. То есть, видите, у черных зависла шашка на H8 отстала, они пока ее не могут развивать. То есть, испытывают некоторый дискомфорт в этой позиции. ЦБ6, ЖФ2, ДЦ5, ФЕ3, ЦБ6. Вот в этой позиции Андрей Валюк мог красиво очень выиграть. Позиции возникают не шаблонные, так что можете считать вот это видео, тоже шлифом как раз для этой позиции. То есть, Андрей Валюк тут сыграл ЕФ2, а у него был красивый выигрыш после ЦБ4. То есть, как играть черным? Ну, назад надо меняться, далее белые зажимают красиво черных, обратите внимание, ЕД4, ДЕ5 надо играть, иначе совсем плохо, ДЦ5. ЕФ4 также надо играть. Теперь красивый ход БА5. И вот тут, друзья, как бы черные не играли, у них везде проигрыш. То есть, если играть, допустим, БА7, то выигрывает здесь ЕД2, шашку надо жертвовать, ФГ5, и играть ФГ3. Но здесь белые красиво выигрывают, не шаблонно. АБ4, ЖХ2, ДЦ3. Дамку ставить надо, поставили дамку, и тут белые красиво побеждают, жертвуют две шашки, и прорываются в дамки с победой. Можете сами убедиться. То есть, жертва не спасает черных. Еще какой вариант был в этой позиции? Вместо БА7 можно было сыграть ФЕ3. После ФЕ3 белые красиво жертвовали АБ6 и играли СД6. В этой позиции у черных также нет никаких шансов на ничью. То есть, позиция выигранная, можете сами убедиться. Ой. Так. Как еще можно было сыграть? Ну, можно было сразу же пожертвовать ФЖ5 и пойти ФЖ3. В этой позиции белые нападают на шашку С7. Отходить надо, иначе совсем плохо. И тут белые тоже нестандартно, не шаблонно выигрывают. Играют БА7. Теперь как играть? Если, допустим, играть ЖХ2, то белые играют АБ4. И после хода ХЖ1 проводят красивую комбинацию. Тоже нестандартную. То есть, АЖ7 играет, ФЕ7. Затем ловят дамку черных и ставят свою дамку. В этой позиции вроде бы кажется у черных 4 единицы, а у белых всего 2, но тем не менее выигрыш у белых. Тем не менее, тут надо еще играть точно для выигрыша. То есть, ДЦ5 черным вынуждены играть. БА7. Белые загоняют шашку черных на фланг. И после хода ЕД2 на любой ход черных белые обрезают три шашки белых на этом фланге, на этом фланге одна шашка держит другую шашку черных. Победа. Вот такая нестандартная такой нестандартный выигрыш был за белых за Андрея Валюка. Ну тем не менее, это все красиво, но нестандартно. Да, конечно в партии очень тяжело обнаружить. То есть в принципе до разбора на компьютере такое в голову даже не может прийти. Но вернемся к партии. То есть в этой позиции мы ушли в дебри красот. Андрей мог сыграть СБ4, но он сыграл ЕФ2. Тут Роман Щукин разменялся. СБ6 назад разменялись черные и Андрей пошел ФЖ3. Далее Роман сыграл СБ6 и Андрей ошибся. То есть единственный ход был за белых ЖФ4 и после допустим ФЕ5 может сыграть ФЖ5 даже грозя ЕД4. Допустим черные играют БЦ5 пожертвовали шашку и напали. в этой позиции ничья. Была такая ничья. Андрей здесь ошибся. Он сыграл АБ4. Роман вначале правильно сыграл Б7. Выигрыш сохраняется, но после хода ЖФ4 не заметил Роман простейший ударчик. ФЖ7. И черные бьют именно на поле Б2 с победой. Можете сами убедиться. Что было дальше? ЖФ4 так черные напали ФЕ5 Андрей сыграл Б5 единственный ход. Здесь можно было и одну шашку побить Андрей предпочел побить две. ЖХ2 ЕД4 Роман поставил дамку Андрей играет ЕД6 АБ6 АЖ5 единственный ход Далее Роман играет БА5 БЦ7 АБ4 Здесь Андрей поставил ловушку Роману сыграл ход сделал СД8 То есть белые ловят в ловушку черных Если черные сыграют БЦ3 выиграют шашку то белые победят ЖФ6 и после ДЕ7 белые побеждают Роман естественно не попался в эту ловушку Он сыграл БА3 Далее последовало Б6 АБ2 Ой прошу прощения не АБ2 ЖХ2 То есть белые грозили поймать дамку Так БЦ5 АБ2 БА7 БА1 Ну тут единственный ход Андрей нашел ничейный вариант АБ6 И после Х на Б8 сыграл БА5 Роман тут напал И Андрей провел симпатичную комбинацию и добился тут ничей Отдал две шашки Бить надо только на поле Ж1 Иначе черные проиграют И вот провел здесь ничейную комбинацию Отдал шашку и дамку И после удара на Б4 партия закончилась ничей Небезошибочная партия с обеих сторон То есть друзья сегодня вам показал как минимум один шлиф как мог выиграть Андрей Валюк далее как мог выиграть Роман Щукин ну и небольшое уточнение тоже в игре Шмульяна Всем спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал в следующий раз будем разбирать остальные партии матча между Андреем Валюком и Романом Щукиным